В канун 30-летнего вывода советских войск из Афганистана предложить своим коллегам-депутатам принять постановление Государственной Думы Российской Федерации о заявлении Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации о политической оценке участия ограниченного контингента советских войск в военном конфликте на территории Афганистана в 79-80-х годах. Всем привет, я Роман Цымбалюк, корреспондент Униан Москве и расскажу вам вот о такой интересной штуке, которая произошла здесь за поребриком. Известно, что Россия страна борец за историческую справедливость и выступающая категорически против фальсификации истории. И сейчас, как уже неоднократно предлагалось, они решили отменить те решения, которые принимали Советским Союзом, но сейчас по каким-то причинам современной России матушке, встающей с колен, не нравится. Напомню, были тут идеи отменить передачу Крыма Украине от 1954 года, а сейчас решили пойти дальше и объявить себя победителями в Советско-Афганской войне. В результате данного документа есть несколько принципиальных позиций. Первое. Это, конечно, сама политическая оценка. Народные могут гласить, двух прав не бывает. Надо однозначно заявить, что Государственная Дума считает необходимым признать несоответствующим принципом исторической справедливости моральное и политическое осуждение решения в вводе советских войск в Афганистан в декабре 1979 года, выраженные постановления Съезда народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 года за номер 981-1. Никакие аргументы в том, что это было другое государство, неуместны. Во-первых, мы являемся правоприемниками СССР. Ситуация очень серьезная, ведь перед началом геополитической катастрофы, то есть развала Совка Кедрини-Фени, депутаты СССР начали задумываться в 1989 году, а зачем, собственно говоря, столько молодых жизней советских граждан, в том числе и граждан Украины, жители Украины на то время СССР, сложили свои головы и пострадали, были ранены в Афганистане. В данном вопросе мы должны прежде всего основываться на соображениях политической беспристрастности и исторической правды и признать то самое моральное и политическое осуждение несостоятельным и утратившим силам. И здесь нужно срочно поздравить всех граждан России, ведь если война в Афганистане была справедлива и правильно, где погибло 15 тысяч молодых и не очень парней, это значит, что можно вот эту бодягу повторять снова и снова. И большой привет всем любителям Путина и русского мира в Украине, если здесь принимаются такие решения, это значит, что наши дети из оккупированных территорий, я говорю про Крым и Донбасс, могут теперь снова принимать участие в новых афганах и похожих войнах, которые ведет и будет вести Россия. И дело далеко не только в российском вторжении в Украину, ведь империя, она требует человеческих жизней, и за это их величие придется многим заплатить жизнями своих сыновей. И сирийская история тому подтверждение. Второе. Решение о вводе советских войск в Афганистан принималось в полном соответствии с нормами международного права. В проекте заявления Государственной Думы обращается внимание, что данное решение принималось согласно договору о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между СССР и Демократической Республикой Афганистан с учетом неоднократно поступавших в просьб афганского руководства того времени о прямом советской вмешательстве конфликт. То есть, если какие-то бородатые парни в 79-м году попросило советское маразматичное руководство из старперов, состоящее на то время преимущественно ввести советскую армию на помощь и выполнить интернациональный долг, потому что есть якобы какой-то договор о дружбе и взаимопомощи, то да, это многое решает и жертвы, значит, оправданы. Уважаемые депутаты, уважаемая публика, я один из тех, кто начинал афганскую войну штурмом дворца Амина. И вот в Госдуме собралась группа советских российских ветеранов, которые решили отметить 30-летие вывода советской группировки из Афганистана. И знаете что? Как-то слово за слово на риторика из-за времен Афганской войны почему-то начало мне напоминать все те же слова, термины и определения, которые они сейчас используют в отношении Украины. То есть, кажется, что Афганская война никого, ничему не научила. И это не одно совпадение. Нас переодели в афганскую форму, между прочим. И нас поддерживало население Афганистана, что мы этого кровопийца и убийцу скинули. И второе, что мы защитили свой суверенитет и развитие государства афганского. Позиция, если бы мы не вошли, вошли бы другую. Если бы мы не вошли в Крым, если бы мы не вошли в Севастополь, то там бы мыли ноги солдаты НАТО. Про Крым и Донбасс они тоже сейчас говорят, что их поддерживает население. Но только вопрос, а как вы можете знать мнение этого населения? Или кто-то думает, что в оккупации можно абсолютно свободно выступать и высказывать свою позицию? Я вот лично не уверен. Это не на евробляхах. Правительственный квартал блокировать в Киеве. Там просто сразу возьмут и посадят на подвал. Но риторика про кровавый режим ему еще вот этому дедушке, ветерану, надо было сказать про афганскую хунту. И что делается по нам, по России, по Украине, по бывшим советским республикам? И что делается по памяти о нашей великой победе, чем мы гордились? Все смешалось в доме Обломовых. Здесь и афганская война, здесь и Великая Отечественная, здесь и текущий политический момент. Но чтобы вы не думали, что я Украину в данном случае притягиваю за уши, я возьму на помощь Владимира Жириновского, который эту параллель увидел очень и очень четко. Главный вопрос. Можно ли было вводить войска в Афганистан? Нельзя. Потому что Афганистан никогда никто не мог победить, потому что это горная страна, и они всегда воевали, и всегда плохо относились к любым иностранцам, особенно к христианам. Как ни странно, в данном случае у Владимира Вольфовича было меньше всего вот этого военного пыла, и он меньше всех бил в военный барабан. И даже призывал своих коллег одуматься и не оправдывать преступления советского руководства в данном вопросе. Армия никогда не виновата ни в чем. И царь совершал ошибки при советской власти и сегодня, потому что армии поклон и уважение, но нужно принимать решение, чтобы меньше было жертв. И нельзя сегодня подставлять живую силу. Пусть работает техника, и самое главное, конечно, принять правильное решение. Ох, Владимир Вольфович, вы с возрастом иногда становитесь очень и очень откровенным. Смотрите, Владимир Владимирович вас на пенсию отправят раньше времени за такие слова. Как же не поставлять живую силу? А как же русские добровольцы? Как же русские отпускники? Как же вот эта группа многочисленная, многотысячная российских мужчин, которые отправляются воевать в другие страны, чтобы оплатить кредиты и купить своим детям и женам квартиры? Афганистан. Вот так нельзя. Черномыдин, куда его? Послом в Украину. Чего вы получили на Украине? Вот и получили на Украине враждебное государство. Послом был там представитель Газпрома, который занимался только газом. А потом Зурабов, который занимался у нас лекарствами и никакого отношения к Украине не имеет. То есть послы виноваты, ученые виноваты. Армия великолепно себя провела. Героические, так сказать, все действия, все правильно. Командиры все сделали правильно. Вот это вот как бы вопрос разный. Чтобы афганцам не было обидно, что, мол, мы зря туда пошли. Мы на Украину зря сделали вариант Донбасс и Луганск. Бог ты мой. Вы знаете, 1 марта 2014 года Совет Федерации принимал решение, которым позволил или разрешил Путину выводить официально войска на территорию Украины. Его потом позже отменили, но армию ввели без шевронов. Но важно другое. Вот в этот день она использовала фразу «ограниченный воинский контингент». И ее за это, потом я точно знаю, ругали в Кремле. Потому что это была прямая ассоциация с афганом. И вот на тебе не только Валентина Ивановна проводит такие параллели для Жириновского, казалось бы, совсем взрослого старца. Тоже здесь много общего. Мы получили рану и все. Ни то, ни другое. И им плохо, и нам плохо. Или брать всю Украину, или, так сказать, не влезать туда. Крым правильно. Нужно было всю Украину брать. Дальше начался маразм, потому что люди, которые оккупировали Крым, фактически в полном составе поехали на Донбасс. Не все вернулись живыми и невредимыми домой. Но факт остается фактом. А рану они нашей стране нанесли. И теперь лидер достаточно большой фракции в Российской Госдуме говорит о том, что нам, в смысле России, от этого плохо. И да, возвращаться они не собираются. Видите ли, если они признают абсолютно правильными боевые действия в Афганистане, то то, что было и длится сейчас, естественно, для них святое. С другой стороны, русские бабы других нарожают солдат. Так получается. И они ждали. Во всех городах Новороссии ждали русские танки. Все были готовы. Ничего этого не сделали. Налицо ошибка последних лет, так сказать. Напомню, что это парламентские слушания, посвященные 30-летию выводу советской группировки войск из Афганистана. Но размышляют они в категории Украины. И неужели кто-то думает, что просто так русские оккупанты могли бы зайти дальше в украинские города? Да. Ведь очевидно, с каждым новым городом им было бы тяжелее и тяжелее. Собственно говоря, поэтому Путин и остановился. Потому что дальше играть в этих трактористов можно было бы. Но пришлось бы не только их переодевать в гражданскую одежду и срывать шевроны с гордых российских офицеров, чтобы никто не догадался, но и этих офицеров садить в самолеты и бомбить украинские города. Да. Ведь очевидно было, что Украину никто этим докупантам сдавать не собирался. Понимаю, кто-то, может быть, не хочет, чтобы я продолжал говорить. Но потом другие будут погибать. Других будут убивать, если вы не присутитесь к правде. Понимаете, вы герои, но после вас может быть другой Афганистан. И снова примут неправильное решение. Вы о них подумайте, о ваших внуках, чтобы их вот так не послали куда-нибудь на верную погибель. А другие будут получать звезды в Москве и рассказывать в Лампасах. Вообще-то, Владимир Вольфович, это уже произошло. И, очевидно, количество званий Героя России, наибольшее российскими военными, без шевронов, как раз и было получено во время боев за Донбасс и во время захвата Крыма. Ну, вот мне, например, говорили, что человек, который командовал Дебальцевской операцией, да, он не шахтер, а получил за это Героя России. Ну и вообще, вот эти ребята, которые разочаровались в русской весне и теперь работают в Москве таксистами, почему-то тоже рассказывают о том, что получают награды от российского государства. Хотя они вроде как и не числились военнослужащими. Такие персонали тоже есть. Ну, война гибридная и личный состав там разный. Но, с другой стороны, нам какая разница? Военные они кадровые, таксисты с боевым опытом. Они все приехали в нашу страну убивать. И их юридический статус не имеет никакого значения. Уважение. Наша общая задача, чтобы другие ваши внуки не оказались в положении, как оказалась наша армия в Афганистане. Она могла побеждать везде. Вместо этого мы выводим войска. Понимаете, что это поражение? Мы выводим армию, значит, это поражение. Каково вам? Вы там воевали и воевали, а реально мы проиграли. Поэтому, чтобы не проигрывать, нужно опираться на ученых. Голос Вольфовича здесь не услышали. Все равно они примут в ближайшее время постановление, где объявят себя победителями в этом конфликте. Но это не вернет ни контроль над Афганистаном, не вернет жизни советских на то время людей, которые погибли в этой войне. Но дальше было еще интереснее. Собравшиеся начали обсуждать вопрос социальных гарантий для российских воинов, для российского православного воинства. И знаете, что выяснилось? Оказывается, даже те, кто воевал официально в составе Советской Армии, а потом Российской, является участником боевых действий, оказывается, Родина их-то кинула. И смотрите, что они сами об этом говорят. Это выступление появилось в результате многочисленной судебной практики обращений граждан, родственников, погибших героев Советского Союза, героев Российской Федерации, полных кавалеров Ордена Славы. То есть, внимание, герои Российской Федерации не могли воевать в Афганистане, но эти герои могли воевать в Украине. Итак, в статье 9 этого закона установлено право на установку памятника герою за бюджетные или федеральные деньги. Очень хорошая норма, но как все обстоит на практике? В расширяющем его постановлении правительства номер 217 нет права на компенсацию родственникам, поставившим памятник за свой счет. Даже если они соблюли все необходимые нормы по установке памятника. Это образец памятника, камень, шрифт. Мне кажется, это существенная недоработка нашего правительства. Вы слышите, о чем они говорят? Они говорят о том, что родственники российских героев устанавливают могильные памятники за свой счет. А закон есть о том, что это должно делать российское государство. Но, как обычно, есть нюанс. Получается, что на деле финансирование есть, умерший или погибший герой есть, а вот компенсировать родственникам, которые за свой счет установили памятник, этой возможности нет. Какая нелепость! Почему-то я сразу вспоминаю Бабченко. Родина тебя бросит, сынок. Всегда. Согласно постановлению, памятник должен поставлен, так как очередное основание для отказа родственникам героев, ну, одним из оснований отказа для родственников героев, как героев и Советского Союза, так и героев Российской Федерации последующих войн. Последующих войн было много. И это не только афганская кампания. И из последних, самые кровопролитные доля российской армии для российского государства является вторжение на Донбасс. Но, оказывается, это еще не все проблемы российских героев, которые вернулись с войн в других странах. Слушаем дальше. Я не могу сказать сейчас, поскольку эта тема возникла за несколько дней. Мы проанализируем судебную практику. Несомненно, все, что можно подправить, если это не будет как-то кардинально менять права и не потребует существенного финансирования, я думаю, что мы это сделаем достаточно быстро. Соответственно, если изменения будут касаться каких-то финансовых возможностей, то здесь, соответственно, нам надо будет дополнительно это проработать. То есть тетя в ранге заместителя министра труда прямо говорит о том, что денег на вот эти социальные программы для российских героев никто тратить не собирается. Денег нет, как говорил классик. Выдержитесь. Хорошего вам настроения. Заявлены были темы, которые касаются материального обеспечения, увеличения. И, собственно, это однозначно сейчас мы поддержать не можем. Эти вопросы однозначно будут требовать выделения дополнительных финансовых средств, и они должны быть дополнительно проработаны. Очень важно, что с юридической точки зрения участники боевых действий в Афганистане и в Украине, да, так называемые, их там нет. Они абсолютно идентичны и во многом бесправны. И вот товарищи из ветеранских организаций об этом так и говорят, что и других последующих войн. За то, что впервые на таком уровне мы обсуждаем такие вопросы. Они связаны не только с Афганистаном, но они связаны со всеми ветеранами боевых действий в нашей стране. Все, что касается реабилитации санаторно-курортного лечения. Одно слово все убрали. Предоставление санаторно-курортного лечения ветеранам боевых действий в первоочередном порядке. Одно слово убрали. Мы теперь все в одной очереди вместе с инвалидами детства, с многодетными и так далее и тому подобное. Честно говоря, в контексте российского вторжения в Украину мне намного более симпатичны российские многодетные матери. Ведь пока их дети не выросли, есть шанс, что они вырастут нормальными, а не убийцами людей в других странах. Но это еще не все. Оказывается, российские наемники в прямом смысле этого слова не те, которые ушли по документам в отпуск, но в конечном итоге получили корочки участников боевых действий. Например, такие вот парни, как Александров Ягеев, на которых в свое время поменяли Савченко. А есть же абсолютно, скажем так, живая сила, или, я не знаю, можно использовать какое-то другое слово. Люди, которые числились здесь охранниками в магазинах, им дали автоматы и отправили их воевать в Украину. Ну, не только в Украину. И в результате сейчас появилась публикация о том, что эти головорезы сформировали иск в Международный уголовный суд ООН для того, чтобы их признали участниками боевых действий. И государство выплачивало им вот эти вот льготы, про отсутствие которых только что вы прослушали вот этих прекрасных товарищей. И это же феерично, что русские головорезы, которые хотели разрушить другие страны, разрушить институции, которые выступали с русским миром, который автоматически разрушает западные институции, то есть убийцы теперь обращаются в эти же западные институции, чтобы они заставили Россию платить им пенсии, пособия и так далее. Это, кстати, хороший вариант для команды, которая сбила малазийский Боинг. И им даже за признание могут дать гражданство Нидерландов. Главное, чтобы они указали, кто дал команду стрелять по гражданскому самолету. Следующий вопрос. Итак, политическая оценка, пенсионное обеспечение, жилье. Слушайте, елки-палки, чтоб не сказать больше. Вы знаете, что многие ветеранские организации здесь в России, в том числе афганцев, принимали участие в боевых действиях и формировали костяк вот этих команд, которые захватывали Крым, мочили там несогласных, а потом отправились на Донбасс. Тогда они кричали «Крым наш! Россия! Россия!» И сейчас мы видим, что они получили взамен. И я думаю, по заслугам, потому что если у человека настолько мало извилин, что он готов отправиться в соседнюю страну, которая ничего им не сделала убивать, грабить и уничтожать, думаю, они должны рано или поздно получить свой бумеранг. На этом все. Читайте Агентство Унион и обязательно подписывайтесь на мой канал в Ютьюбе. Увидимся. Пока. Слава Украине. Вот мы для них фашисты, это понимаете ли?